МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Третью мужчина вывез за город и надругался. Побоявшись, что жертва расскажет о случившемся, он ударил ее по голове битой, а тело выбросил в реку. По сообщению Следственного комитета, бывший инспектор находится под стражей. По итогам служебной проверки, сообщают в главке кубанской полиции, своей должности лишились начальник Горячеключевского ОМВД и его заместитель, а также руководители отдела участковых и делам несовершеннолетних. Многокилометровую гонку пришлось устроить с краснодарским автоинспектором за одним из участников ДТП. Водитель белой иномарки пытался скрыться с места аварии любой ценой. Она оказалась уж слишком высокой. Пытаясь оторваться от стражей, он повредил около десятка машин-попутчиков и патрульное авто. Домчавшись в таком режиме до станицы Саратовской, нарушитель решил вернуться в Краснодар. Пять километров он ехал по встречной полосе, где, наконец, его задержали. Автомобиль гражданину не принадлежит. Документов, удостоверяющих личность у гражданина, также отсутствует. По видимым признакам, есть вероятность, что гражданин находится либо в алкогольном, либо в наркотическом опьянении. Что теперь грозит нарушителю, а также все обстоятельства ЧП и ущерб будут выяснять. Дело передано полиции Горячего Ключа. Голодному вору полицейский не товарищ. В Абинском районе задержали мужчину, который украл продукты из холодильника. 31-летний местный житель признался, что, проходя мимо многоэтажки, увидел открытое окно. Он снял москитную сетку и пробрался в чужую квартиру. Видимо, испытывая непреодолимое чувство голода, ценностям предпочел еду. Мужчина прихватил продукты и бутылку спиртного. Этот обед ранее судим и задержан, и будет вспоминать еще долго. Ему грозит до шести лет тюрьмы. Простояли в заторе на 40 лет победы и 1 мая опоздали на работу или по делам. Вот причина. Эта встреча была первой из, внимание, четырех. Все они произошли на соседних перекрестках за одни сутки. Видимо, чтобы участникам первого ДТП было не скучно в ожидании автоинспекторов, к ним присоединились еще двое. Те, кто выстоял в предыдущей пробке, наткнулись на еще одну через квартал. Кольцо 40 лет победы и российской славится аварийностью. А эта встреча состоялась уже вечером и, похоже, уравняла везучесть утренних водителей, опоздавших на работу, с вечерними, которым тоже пришлось постоять. Чем был занят водитель авто на улице Красноармейской, неизвестно. Но причина должна быть весомой, так как по его вине пострадали машины сразу двух попутчиков. Тем, кто часто прокладывает свой путь через перекресток Тургенева и Калинина, стоит повторить правила дорожного движения. Машины, выезжающие из трамвайных путей, должны уступать дорогу. Только за неделю. Это уже третья ДТП, совершенная по одному и тому же сценарию и на том же месте. 13 сентября в 4.00 был совершен поджог ресторана «Ателье вкуса» по адресу Яна Полуяна, 47.2. Если вы владеете информацией о лицах, причастных или совершивших данное преступление, свяжитесь с нами. Мы гарантируем достойное вознаграждение. Просьба обращаться по телефону. Телефон 8-989-821-6031. Просим вас не оставаться равнодушными. Телефон 8-989-821-6031. Редактор субтитров А.Семкин